Фильмы, разрешенные для показа детям, достигшим 12 лет. Как работают коллекторы? За три дня сто тысяч осилить. Почему долги людей перед банками выбивают третьи лица? Это киллеры. Люди, которые охотятся, да, и им плевать. Но уже скоро рынок сбора долгов узаконит. Какими правами и обязанностями наделять тех, кто зачастую чувствует себя хозяевами? Да, это я. Ваш коллектор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас час ночи. Да. Почему вы мне звоните в такое время? Я тебе буду звонить и днем, и ночью. Вы не имеете права... Напомню еще раз. Почему вы меня терроризируете? Ваш долг составляет... Я подам на вас суд. Ты что, решила меня напугать этим? Страх. Главное внушить страх. И сделать так, чтобы на том конце провода почувствовали себя загнанными в угол. Управлять эмоциями, где-то надавить. Жестко, грубо, по-хамски. А главное взять верх. И стать хозяином положения. И пусть в скомканных бумагах с данными о просроченной оплате по кредиту, чья-то жизнь медленно, но верно превращается в кошмар. Его жизнь превратилась в кошмар сразу после первого звонка коллектора. Арман Кассенов был должен банку, остался без работы и не смог вовремя погасить кредит. И тут начались бесконечные телефонные звонки. Звонили постоянно, днем и даже ночью. Мужчина был потрясен хамским отношением и оскорблениями в его адрес от неизвестных ему коллекторов. Еще больше сомнений об их деятельности возникло у Армана сразу после визита в офис фирмы. Перевходит в само помещение этой компании. Они предупредили меня, чтобы я мобильный телефон выключил. Ну, конечно, меня это сразу насторожило, почему я должен выключить мобильный телефон, хотя бы мог поставить беззвучный режим. Вообще выключить питание мобильного телефона, для того, чтобы они прямо мне объяснили, что я не должен вести ни аудио, ни видеозапись. Как бы организация чуть ли не секретная какая-то. При беседе с самим сотрудником коллекторской компании, во-первых, вежливости, хотя бы из вежливости к человеку обращайтесь на вы правильно всегда. Ну, они начали разговор сразу на «ты». Люди как будто их набрали вот только вот с исправительных учреждений, вот они освободились их сразу вот прям туда для того, чтобы, наверное, было побольше наглости, разговаривать, запугивать людей. Но не только по телефону. Коллекторы изводили Армана и его семью. Однажды поздно вечером они ворвались в дом, где были дети и с угрозами требовали вернуть долг. Били собаку палкой, злили. Может быть, намеренно, может, из-за того, что она на них кидалась. Вы, говорит, впустите меня в дом, я буду, говорит, делать опись имущества. Я говорю, интересно, в 10 часов вечера я вас должна впускать в дом? Но что самое интересное, сумма долга росла как на дрожжах. От семи требовали погасить кредит в двойном размере. Хотя, казалось бы, банк передает коллекторским фирмам фиксированную сумму долга. И никакие проценты за то время, что кредит находится в компаниях по взысканию долгов, быть не должно. У коллекторов же свои собственные правила. И законы ли они, сказать никто не может. На данный момент у вас там, допустим, определенная сумма. Если вы ее сейчас заплатите, там какой-то процент, получается, идет на оплату услуг вот этой коллекторской фирмы. И если вы, говорит, завтра, допустим, до 6 вечера не внесете эту сумму, значит, тогда я уже включаю полный процент оплаты нашей работы, и у вас начнет расти сумма задолженности. То есть, получается, в большинстве случаев, вот эта ихня пеняка, про которую они говорят, это не задолженность по банку, это оплата вот этой коллекторской фирмы, которая тебе названивает каждый день, чисто по-человечески говоря, пьет твою кровь, морально подавляет, да, нарушает те же самые конституционные твои права. И ты им за это еще платишь деньги. Семья Косеновых не единственная пострадавшая от незаконных действий коллекторов, и таких, к сожалению, немало. Дина Ергалиева – мать-одиночка, она очень испугана и подавлена. Пошла на диалог с нами только при условии конфиденциальности. Женщина до сих пор не может отойти от диалогов с коллекторами, которые каждый раз ее шокируют. И это продолжается по сей день. Они звонят, очень по-хамски себя ведут. Она может позвонить, вот буквально недавно она звонила, на «ты» разговаривают. Причем я говорю, а вы кто? А ты что, мой номер не сохранила? Я же тебе сказала, сохрани мой номер на телефоне. Понимаешь? То есть вот таким. Вот. И потом в WhatsApp просто смотришь, стоит дамочка там с лименными наращенными ногтями, там разукрашенная дамочка, девочка. Она показывает фотографию своей обидчицы. Комментировать мы не будем. Дина набирает номер своего коллектора, который даже не пытается выслушать ее. Алло. Да. Алло, Жупар? Да. А, Жупар, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Динаш звонит. Из Астаны. А, ну вы мне тоже в выходной день звонили до этого. Все вопросы и требования показать документы, которые удостоверяют наличие задолженности, бешеных к ней процентов, а также прав коллекторов, требовать от нее погашения банковского кредита, остались безответными. Не считают нужным, передает Дина слова специалистов этой фирмы. На просьбу рассмотреть варианты или помочь дельным советам Дина всегда в ответ получает только угрозы. Ихняя цель – выбить эти деньги любым способом. Вот это вот. Я просто на самом деле очень хотела бы узнать, как они работают. Откуда им выплачивается эта заработная плата, если они вот сидят узаконены, у них есть филиалы по всему Казахстану. Как вообще они развиваются? Как их обучают? А вообще обучают? Есть ли такой вуз, который обучает этому? Как они могли появиться просто? Я понимаю, да, юристом становится человек, который закончил там юридический университет, да? Он стал юристом. Поваром может стать человек, который прошел там какие-то азы, да, кулинарии. А коллектор? Откуда он появился? Последней каплей для нашей героини стал визит коллекторов на работу. Если бы не лояльное руководство, мать-одиночка могла бы остаться без работы. Но больше всего возмущает тот факт, что коллекторы взяли верх над беззащитной женщиной, угрожая и запугивая ее. Они ломают нравственные установки у людей. Они разбивают границы. То есть ни для кого не секрет. Мы такие создания социальные, мы живем в обществе. И общаемся мы согласно социальным нормам, рамкам, установкам. То есть вот эти вот сотрудники коллекторских фирм, они срывают социальные маски людей, они нарушают пространство человека личное. И тем самым выбивают человека из колеи. То есть если вызвать у человека страх, это самая древняя и самая мощная эмоция человека, то в принципе человек становится управляемым, и им очень легко манипулировать и заставить его отдать долг. Все популярнее у населения становится услуга антиколлекторов. Есть и такие, те, кто борются с неправомерными действиями коллекторов. В юридической компании, где помогают пострадавшим от них, рассказывают, что все жалобы клиентов подтверждаются. И зачастую суммы, которые коллекторы выставляют заемщикам, сильно разнятся с настоящей задолженностью перед банками. А это уже, не что иначе, как самодеятельность. Помимо тех долгов, где накручен процент банка, еще накручивает процент коллектор. Соответственно, они не уведомляют, а сразу звонят, и даже не представляясь, начинают угрожать. Вот работает, например, должник данной организации, вот представьте себе, и приходит уведомление о том, что он должен такую-то сумму, в таком-то количестве, и долг превышает столько-то, столько-то, что на него подают там в суд. Хотя это же конфиденциальная тайна. Их рабочий день не заканчивается. Телефоны и звонки должникам главная обязанность коллекторов этой компании. Важно прийти к компромиссу так, чтобы кредит в итоге перед банком был погашен. В базе заемщиков этой компании 5000 человек. На одного коллектора приходится по несколько сотен должников. И с каждым из них нужно работать. Ага, почему вы просрочиваете? У вас там большая просрочка, полтора года. Вы сейчас видите, просто безработный. Безработный? Не получается оплатить. Здесь придерживаются главного правила не выходить за рамки дозволенного. У компании есть свои требования к сотрудникам. Помимо юридического образования, человек должен быть психологически уравновешен и стрессоустойчив. И зачастую здесь жертвами становятся далеко не заемщики, говорят сотрудники этой фирмы. Люди думают, что коллектора вообще, они разговаривают грубо. Я, скорее всего, с этим не согласен, потому что, наверное, в интернете видят в основном ролики российских коллекторов, но сейчас уже их нет. Они прям применяют силу, физическую силу. Я тоже видел, просто сам тоже удивлен в этом. Мы всегда соблюдаем субординацию, никуда не ругаемся, потому что нам самим неприятно ругаться, например, с клиентами. Но бывают такие клиенты, которые думают, что коллектора – это третьи лица, и начинают грубить. Ну, все равно мы стараемся как-то это спокойно урегулировать. Нур-Ислам Ержан – коллектор. В день он совершает до 50 звонков. Сейчас на проводе у него мужчина, который обязуется погасить часть долга в течение трех дней. Следом разговор женщины, которая даже не стала говорить с коллектором. Потом будет третий звонок, четвертый и так далее. Несколько раз Нур-Исламу будут грубить, не ответят на звонки, обманут и не воспримут всерьез его работу. Ладно, ладно. Я знаю, знаю, да, у вас нет денег, у вас нет времени со мной разговаривать. Но у вас здесь вот долг сейчас стоит – 769 тысячи тенге. Нужно оплатить в течение трех дней эту сумму. В крайнем случае мы вас уже будем другими путями, там, средством уже судебного, так вот будем вызыскать от вас в гражданском суде. Что хотите, то и сделайте. Коллектор рассказывает даже трогательные истории за все время его работы здесь, где за должников платили незнакомые им люди. Еще расскажет, как любит свою работу и не видит в ней ничего плохого. Нур-Ислам уверен, чтобы стать хорошим, эффективным, а главное – безвредным коллектором, требуется немного. И делится своим секретом работы. Отпускаемся на их уровне. Как он будет разговаривать, я с ними так и буду разговаривать. Если он при разговоре будет со мной нормально разговаривать, такие там слова будем говорить, я тоже, соответственно, буду с ними на таком же уровне говорить. А если он будет хамить, то, естественно, я буду уже говорить, что за такое слово, то можно в судебном порядке, там, за моральным ущербом. По словам руководства коллекторской фирмы, каждый из сотрудников проходит жесткую проверку. Для каждого определяется методика работы. Но зачастую заемщики, говорят здесь, сами нарываются на грубость, провоцируя коллекторов. Но не перестают здесь удивляться тем, кто и вовсе не считает своей обязанностью возвращать ранее взятый у банка займ. Когда разговариваешь с должниками, говоришь, что у вас такие-таки долги, вот-вот-вот. Как будете погашать? Ну, с первого, есть адвокат, начали люди, которые забывали, вообще забыли, есть у них кредит, есть такие люди. Говорят, ой, я забыл, что у меня есть кредит. Представляете? Это как можно забыть, когда у тебя есть долговые обязательства? Естественно, мы уже бесспорно вопрос, человек действительно отказывается в данном погашении за то, что мы уже судебном порядке, будем обращаться в суд. Коллекторы рассказывают, что телефоны и звонки уже не так эффективны. И каждому из них приходится выезжать домой или на работу к заемщикам. Приходится звонить родственникам должников, чтобы определить их настоящее местоположение. И через них влиять на злостных неплательщиков. План на сегодня 29 адресов. Это и места работы, адреса родственников, и прописки заемщиков, которые зачастую фиктивны. Прописка много здесь, как резиновая квартира. А сами не знают, кто ее достает. Действенный способ заявиться на работу к должникам. На этот раз коллекторы ищут женщину, которая взяла в банке кредит, не отвечает на звонки, попросту исчезла. Коллекторы пришли к руководству фирмы, где совсем недавно работал заемщик. Этому визиту удивлены все. 205 коллекторских агентств работают сегодня в Казахстане. 56 из них заключают договоры с банками. Но чем конкретно занимается каждая фирма, никто не знает. Вернее, нет государственного органа, который бы за этим следил. Деятельность коллекторов в Казахстане не регламентирована. Даже каких-то прописных обязанностей и критериев для сотрудников этих фирм попросту не существует. Есть компания, и сочиненный ей уже устав. А кто работает в этих компаниях, уже другой вопрос. Раз нет ответственности, значит, и обязанностей тоже нет. Действительно, этим заниматься может кто угодно, поскольку какие-то квалифицированные требования никакими документами не предъявляются к этим лицам. По сути дела, можно зарегистрировать ТОО, набрать себе штат, прийти в банк, заключить с ними договоры, заниматься этой деятельностью. Не обязательно никаких требований в части образования, опыта, каких-либо там специальных требований, отсутствие осудимости и так далее. Ничего не пообсудим. Пришло время навести порядок. Коллекторскую деятельность в Казахстане все же узаконят, если будет принят соответствующий закон. В Мажелесе парламента идет бурное обсуждение его проекта. Этот рынок давно требует внимания со стороны властей и государственного регулирования. Тем более, что, по мнению народных избранников, оно действительно необходимо. Для чего, я думаю, население выгоднее, наверное, до передачи суд отдать в коллекторскую компанию? В чем выгода для населения? Во-первых, когда передается в работу коллекторской компании, с этого момента банк не имеет, в период нахождения этого долга в коллекторской компании, банк не имеет право подавать суд на этого заемщика, пока потому что он находится в работе коллекторов. Второе, в процессе нахождения этого кредита заемщика с его задолженностью в работе коллекторской компании банк не начисляет процентов. В этом же законопроекте предусматривается основная цель предотвратить незаконные действия в отношении заемщиков самих коллекторских компаний. По словам разработчиков, в законопроекте будут четко прописаны требования к сотрудникам коллекторских агентств. В первую очередь это должны быть юристы с безупречной репутацией, которые, опять же, по закону будут строго ограничены в своих действиях. Определять четко регламентированное время для звонков и встреч. Важный момент – банковская тайна, которую коллекторам нельзя будет нарушать. То есть вот за такие походы на работу к должникам будут строго наказывать по закону. Они обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность всей информации, которую они получают от кредиторов, банков, и не разглашать ее. Ограничен круг лиц, с которыми имеют право контактировать коллекторы, родственники, не могут быть субъектами контактов с коллекторами дальней, близкой, неважно. Ранее этого ничего не было. Ну, то есть, по сути дела, было понятие коллектор, но никто не знал, кто это такие коллекторы. Коллекторы могли себя назвать кто угодно, в том числе и лица с улицы, которые просто решили выбить талли. Даже сценарий поведения будет прописан, говорят депутаты. Введут и обязательную регистрацию коллекторских агентств в Национальном банке. Проще говоря, Национальный банк будет регулировать и контролировать тех, кто занимается взысканием долгов с населения. Если закон о коллекторской деятельности будет принят, автоматически внесут поправки и в уголовное законодательство. Сейчас вносятся изменения в четыре кодекса, вносятся изменения в порядка десяти законов. И, конечно же, в этом законе предусмотрена и уголовная ответственность, и административная ответственность. Сейчас работа коллекторских агентств будет введена в регулируемое поле. Национальный банк будет ввести реестр коллекторских компаний. И в случае неправомерных действий самих коллекторских агентств, конечно, будет уголовное преследование. Сейчас даже, если коллекторское агентство нарушает те требования, которые прописаны в этом законопроекте, он обязан заплатить 2000 МРП или же до двух лет предусматривается уголовная ответственность, лишение свободы до двух лет. То есть здесь жестко уже есть ограничительные действия в отношении коллекторов. Сегодня в Казахстане треть населения имеют кредиты. Это больше пяти миллионов человек. Из них более миллиона имеют просрочку по кредитам свыше 90 дней. А это уже проблемные займы. Но количество оформляемых кредитов только растет. Сегодня в банках порядка 10 триллионов тенге лежат. Это деньги ЕНПФ, Национального фонда, депозиты нашего населения. Из этих 10 триллионов денег это 64% депозиты населения. Эти депозиты населения были выданы как кредиты нашим заемщикам. И представьте, если заемщики не будут возвращать эти кредиты, что будет в дальнейшем с теми людьми, которые положили эти депозиты в банк? Необходимо понимать, что бесплатного сыра не бывает только в мышеловке. Что каждый человек, который взял кредит, он обязан вернуть эту банку. Почему один заемщик, например, порядочно, он считает свои возможности? Он ежемесячно гасит, до конца выполняет свой долг. Другой просто считает, что можно кинуть банк и, допустим, не погашать кредит. Но раз и есть спрос, значит, и будет предложение. Бурно в Казахстане развивается деятельность микрофинансовых организаций, то есть компаний, которые предоставляют гражданам разного рода кредиты. Это могут быть и маленькие суммы для потребительских нужд, и крупные – для открытия или развития бизнеса. На сегодняшний день у нас по Казахстане более 100 офисов. Мы уже имеем такую хорошую географическую и разъясненную сеть. Если говорить за 2016 год, то в 2016 году у нас рост кредитного портфеля достиг уже отметки в 50 миллиардов тенге. По клиентам мы выросли также на 24% и составил он 180 тысяч клиентов. Каждый год компания динамично развивается, растет спрос на данный продукт, он постоянно растет. Оформить кредит в банке или в такой микрофинансовой организации сегодня не составляет труда. Вот, к примеру, сотрудники этой компании даже выезжают в торговые точки, там, где развивается предпринимательство. Проводят беседы, рассказывают о выгодных и увлекательных ставках по займам, которые, казалось бы, не сильно бьют по карману. Но есть и другие, готовые выдать взаймы сию же секунду. Это услуга – онлайн-кредит. И все, что нужно – 10 минут времени, доступ к интернету и удостоверение личности. Но подвох в том, что проценты по этим мгновенным, как называют их сами организаторы, займам, действительно бешеные. Взяв сумму, человек обязан вернуть чуть ли не 100% сверху. А когда положение такое, что другого выхода нет, человек идет и берет деньги без оглядки, не рассчитывая вернуть большую сумму. И вот тогда в дело вступают коллекторы, которые сегодня, к сожалению, ассоциируются далеко не с медиацией. Ломают границы, загоняя человека в тупик, откуда уже, казалось бы, нет выхода. Потому важно понимать, что, беря обязательства, любые – перед банком ли или мелкой компанией – необходимо осознавать груз ответственности и не поддаваться соблазну шелестящих купюр. Ведь отдавать одолженное на время рано или поздно все равно придется. Вот только сценарии могут быть совершенно разными.